Итоги года в сфере здравоохранения подвели на отчетной коллегии, которая состоялась в областной клинической больнице. По традиции, благодарности и почетной грамоты губернатора, а также знаки отличных здравоохранения за многолетний добросовестный труд получили врачи, спасшие не один десяток жизней. Руководители учреждений, в адрес которых не поступало никаких жалоб, а число благодарности от пациентов зашкаливало, также получили дипломы. Но в следующем году, как отметила главный медик региона Светлана Романчук, будет составлен список не только лучших, но и худших учреждений здравоохранения. Мы правы делаем каждую из ваших поликлиник по удовлетворению на седельную помощь регистратора, врачей, врачей, врачей. Кроме лучших, будут выделены лучшие. Переходящие красные знаки, переходящие учебные метки, я вам обещаю. В соответствии с обращениями пациентов, в аутсайдерах среди ивановских больниц взрослые поликлиники номер 11 и 12, а также детская поликлиника номер 6. Говорили на заседании и состоянии медучреждений. Как известно, многие больницы требуют капитального ремонта. Сколь усердно не трудились бы здесь хирурги, пациенты, которые в твиттере пишут, что они лежат на операционном столе и видят или разноцветную плитку, или кусок штукатурки, которые могут на них упасть, они формируют самые негативные представления о качестве медицинского обслуживания, даже если... Коллеги, вы можете друг другу говорить все, что угодно, что все хорошо. Все, что вам не поверят, а вот все, что расскажет пациент в твиттере, ему сразу поверят. Они, думаю, говорят, что штукатурку и отваленную плитку видят пациенты во многих больницах, потому что 5 лет на капитальный ремонт у нас ничего не делается. Светлана Викторовна, вот давайте поставим задачу, что ВКБ эту тему закрыли. 2016 год запомнился тем, что была произведена реорганизация ряда медицинских и образовательных учреждений сферы. Медиков и педагогов сокращения не коснулись. Зато удалось сэкономить 5 миллионов рублей за счет уменьшения административных расходов. Что касается сокращения коечной мощности, то к этому вынуждает не только экономия. Мы вынуждены иногда закрывать некоторые отделения просто потому, что нет врачей и специалистов, так как это у нас случалось в прошлом году в Комсомольской, в 15-м году в Комсомольской ЦРБ, в 16-м в Гаврилово-Посадской. Мы надеемся, что эти проблемы будем постепенно решать. Говорили на коллегии о проблеме лекарственного обеспечения, в том числе льготных категорий граждан. Чтобы все нуждающиеся в медикаментах получали необходимые препараты, требуется порядка 2,5 миллиардов рублей. Что больше, чем финансирование всей сферы здравоохранения. Депутаты Ивановской областной думы совместно с коллегами из других регионов намерены добиваться изменения федерального законодательства, чтобы финансирование дорогостоящих лекарств для пациентов с форфанными заболеваниями взяла на себя федерация. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.